Знаете, сейчас, вот нынче, люди стали другими, люди стали иными, да-да, вот если раньше человек своему соседу пожимал руку, встречая его по руку дома своего, теплыми улыбкой на лице, желая все самое светлое, то теперь, увы, все по-другому, на лице хмур, его двери закрыты, теперь он весь занят, у него дела, бизнес, и прежним он уже не станет никогда, у него уже нет времени на соседа. Мы, люди, сильно изменились, сплошное горе, это беда, куда делось добро, куда делось искренность, мы будто бы ослепли, ослабли духовно гибнем с каждым днем, стремясь и спеша куда-то, страсть взяла вверх, а и близь, рогатая мразь, хохочет за спиной, надевая на каждого из нас розовые очки, предательство, обман и ложь, все лется через край, и мы перешагнули за грань дозволенного уже давным-давно, жесткая смута, не так ли? Мыслим уже иначе, и только лишь ради собственной выгоды ведем общение с близкими и окружающими людьми. Этот мир так обманчив мои братья и сестры, как и наша внешность. Нас поропотили, пилят и пилят сверху. Ну а мы, как ни в чем не бывало, продолжаем следовать за тем же двурогим, хотя все мы прекрасно понимаем его уловки. Миссию и его главную цель – это ввести нас в адское пламя. Самое дно, поверьте, он намного хитрее, чем мы можем себе представить. Так давайте же не будем глупцами, ведь вместе мы сила, мы настоящие. Не становитесь колечкой в этой цепочке зла, скажите «хватить своему альтер-эго», ничто не вечно, ведь все мы тут временно. Даже лучшие из нас покинули этот бренный мир. Вы спросите, чего это я кумара решил тут зачитывать? Но это мои мысли, и они чисты. Это моя правда всего лишь. Я не отличаю себя от других, я такой же, как и вы все. Просто порою в бессонную ночь при тусклом свете на кухне, бумага понимает меня, как никто другой. И она впитывает всю боль, когда я пишу. В принципе, на этом все, все, что хотел излить. А, и еще, никогда не забывайте, что все мы от Всевышнего, и вернемся к нему же. Иншаллах.